Насколько я слышал, это все на ваших глазах происходило? На моих глазах происходило выступление перед Королевой Данией. Мы выступали. Но не везде прием был такой очень радужный. Бывали и у Курюхина неприятности. Бывало, что кетчуп летел в ответ. Да, бывало, что его забрасывали банками, например, в Мерсино фестивале, когда у Курюхина вывел козла. Ну, там у Курюхина часто были не только люди на сцене, но и животные. Курицы, лошади, да, многие. И когда вышел козел, то немецкие зеленые стали свистеть. Они считали, что нечестно в этом контексте. Или в Австрии. Я был в Австрии, когда я в анкете упомянул рекламное о себе, о том, что я играл у Курюхина, мне сказали, уберите, пожалуйста, это. Почему? Потому что он на концертах в Вене использовал фольклорных музыкантов и представил, смешал их с рок-музыкой. Это неуважительные отношения. То есть, на самом деле, на Западе не все понимали то, что делает Курюхин. И в Ленинграде поп-механику понимали очень хорошо. А для Запада не все было ясно, то, что он делает. В каком-то смысле он опережал это время. Может быть, от Запада ждали каких-нибудь у нас, я не знаю, медведей, балалаек. Ну, чего-то такого. Но был момент, когда его принимали, когда его понимали на ваших глазах. Когда был сумасшедший успех. Я помню концерт в Нанте во Франции, где был оглушительный успех. И я помню очень успешный концерт в Копенгагене, когда мы играли вместе. Я бы сказал, наверное, что это тот редкий случай, когда нет полутонов. То есть, или это были овации и какие-то бисы. Хотя какие-то механики бисы могут быть. Или действительно, но не пользовался Сергей Курехин популярностью у Мерси. Это город в какой стране? Мерси это в Германии. В Германии, у немецких зеленых. То есть, немецкий Гринпис, видимо. Но Курехин, это всегда безумие, это всегда провокация. И его отличие, условно говоря, от группы Аквариум, в которой он некоторое время играл. И с которой дружил периодами. Но придя на концерт Аквариума, более или менее понятно, что сейчас будет. Согласитесь, я не думаю, что это обидно звучит. Придя на концерт в клуб-механике, ты можешь оказаться через 10 минут у вокального микрофона. Ты можешь ехать на лошади. Рядом с тобой может встать человек, который окажется переодетым саксофонистом Балтийского военного оркестра. Там не предсказывали буквально все, от начала до конца. Да, рекорд Курехина, это спортивно-концертный комплекс в Ленинграде тогда, еще в 89 году. Когда, в общем-то, авангардная музыка собрала там то ли 10, то ли 15 тысяч зрителей. Три концерта в общей сложности 27 тысяч человек посетило. Невозможно такое быть, то есть не абериуты, не в нового лета. Он тогда и не подходил, по-моему, к фортепиану на этом концерте. Дирижировал залом, дирижировал оркестром рядом стоящим. Бывали поп-механики, на которых он просил вначале оркестр выйти и унести рояль куда-нибудь. Но бывали, на которых он использовал суперсовременные синтезаторы, которых еще никого не было. Вот мы вспомнили с вами Бориса Гребенщикова и, разумеется, группу «Аквариум», с которой он поработал, кстати, очень удачно. Для Бориса Гребенщикова, безусловно, поскольку аранжировал три лучших, на мой взгляд, альбома его первых. Давайте напомним, треугольник это «Африка» и «Табу». И «Табу», да. Был, если вы уже говорите о выступлениях западных, был у них совместный концерт в Париже, вы его хорошо помните наверняка тоже, где искрометно, не уносили, кстати, фортепиано тогда со сцены, где он искрометно играл. Искры действительно летели в прямом смысле этого слова. Об этом мы поговорим, а пока фрагменты с того самого концерта в Париже. Субтитры создавал DimaTorzok и мы очень много alike. Вы инвентировали революционную революцию. Вы убили революционную семью. Мы делали то же самое позже. Так что я думаю, мы платим за это, с жизнью миллионов людей. Я говорю, «Революционная революция». «Революционная революция». «Революционная революция». Если бы мы посмотрели побольше, а время не позволяет поподробнее, да еще посчастливилось весь концерт посмотреть, то вы бы вот это искрометное исполнение, фортепианное, конечно, бы увидели, поскольку я слышал о том, а вы наверняка это знаете, что он входил буквально иногда в транс, долбя по этим клавишам так, что пальцы синили, а иногда и ломались. Было дело? Рассказывают его друзья, что после нового концерта в «Аквариуме» в Москве, Курюхин, ну, заехал к ним домой уже, но еще после концерта, ночь, включая, положил руки на стол, девять пальцев, такие сине-фиолетовые, а десятый сломан. То есть просто человек на концерте умирал. А на тему сюжета, который мы сейчас видели, Сережа даже меня спросил, что это такое было, очень показательный момент, потому что это был фестиваль памяти жертв Пуча, российский, 91-го года, и Курюхин с Курюхином выступали как хедлайнеры между Дэвидом Бауэй и Дэвидом Стюартом. И, казалось бы, с точки зрения выдвижения продукта на музыкальный рынок, то есть у Курюхинского только что вышла радио «Сайланс» на американском рынке, там места в хит-параде «Биллборда», играет и с «Радио Сайланс», на понятном языке, английском, там 100 тысячам людей, которые стояли там на площади нации, там играет и на английском языке, поскольку это транслировалось на 70 стран мира, ну естественно, кроме России. Вот. Но у них тогда, они очень классно давали совместное интервью, у них была теория, что это, я напомню, 91-й год, Россия — это мистическая страна, Россия управляет чудесами, и поэтому наша музыка должна быть религиозной. И вот эти два эльфа выходят, единственные из всех, кто не отстроились. Вот. И вместо того, чтобы петь узнаваемые хиты, поют на русском языке, у Гребенщикова не строят гитара, у Курехина полная импровизация, это полная фри, они в таком стаде до этого не играли лет 10, наверное. Вот. Никто ничего не понял, но они были, они самореализовались. Ну да, религиозной миссии исполнение. Я бы сказал, что вообще такая попытка у Курехина сломать товарный продукт на сцене, я имею в виду не инструмент, а вот само по себе музицирование, как какой-то объект усложнения праздных людей, она вообще нередко бывала. Ты имеешь в виду антисалонная музыка, салонная, антисалонная? Антисалонная. Как раз очень нередко, и в значительной степени, потому я считаю, что Курехин и стал привлекать меня к своим выступлениям, потому что у меня была способность определенная слушаться Курехина и действительно играть музыку поперек. Его надо было слушаться? Разрушать. Ну, дело в том, что, скажем так, я некоторое время до 1986 года, когда мы играли, я его не слушался, мы после каждого концерта очень сильно ругались. А после этого как-то помирились и нашли что-то общее. Я могу добавить, что действительно на концерте в Екатеринбурге Курехин разбил руку полностью. У него страшно опухло. У меня сохранились фотографии, на которых вот такими волнами идут клавиши. Сейчас родственники говорят его, что что ж ты пишешь, что у него синие пальцы, у него тонкая структура пальцев. По поводу вот этого концерта, я хотел бы сказать, что такого рода, то, что сотворил Курехин с Гребущиховым, играя какой-то неаккомпанируемая, играя поперек. Такие же вещи делал он и со мной. Мне кажется, для публики это бывает очень часто интересно. Люди ожидают, что им сейчас что-то исполнят, а им не исполняют. То есть мы играем с Курехиным рэк тайм, и он начинает ускорять. Он начинает ускорять темп до той степени, когда я как саксофонист просто начинаю не успевать. Вас это бесит, разумеется. Вы выходите из себя. Меня это бесит. Я что-то такое, потому что темп невероятный. Просто так невозможно быстро на духовом инструменте играть. Курехин также играет, поворачивается к публике, улыбается, мигает в мою сторону и плавно замедляет до того темпа. Это Скотт Джоплин? Да, это Кайм Скотт Джоплин. Когда я впервые, это было первое моё с ним выступление в 1982 году, я был в ярости, конечно, после этого. Но на следующий год я увидел великого Анатолия Вапирова, лучшего, наверное, саксофониста в то время в нашей стране, которым тот же самый приём. Соответственно, у меня скорость не такая высокая была, как у Вапирова. Но он нашёл и у Вапирова темп, для которого тот тоже разрушился на сцене. То есть этим самым на сцене происходить, почему я сказал, что он опасно непредсказуемый. Он опасно непредсказуемый был для любого артиста. Например, на одной из поп-механик, он сказал, что это поп-механик будет подпольной Олимпийской игры. И твоя задача с саксофоном прыгать в высоту и задал мне определённую планку. Вот пока ты это не впрыгнешь, никакого соло у тебя не будет. Ну и там разбегались и проявили. Вот вы сейчас только что вспомнили, Сергей. Сказали, что с 1982 года вы начали с ним работать. То есть получается, по сути, с самого такого его официального или полуофициального начала. Нет, он ещё раньше. О нём заговорили, это после лондонского концерта, насколько я понимаю, в начале 80-х годов. После лондонского альбома. Альбома. Да, альбома. На пути свободы. Да. На котором, возможно, какие-то треки были убыстрены. Это самый начало 80-го года. Да, но он вот в конце 70-х он примкнул к квартету Вапирова. Я ещё не знал о Курёхине. Я только слышал, что джазовые музыканты говорили, что появился у Вапирова хулиган, который ногами на баяне играет. А вообще он пианист. А потом я уже увидел, как Курёхин играет на двух роялях. Абсолютно в унисон. Но один из этих роялей, они поставлены вот так были. Левый на левую. То есть левый и правый. Да, причём в одну и ту же сторону. То есть это удивительно. А один из них был по методике Джона Кейджа препарирован ластиками, бумажками. То есть это каждое выступление, это был неожиданный какой-то фейерверк и ломка стереотипов не только у публики, но и у музыкантов. А вы сколько с ним продержались? Стаж-то какой у вас с 1982 года? С 1982 до 1993. До 1993 года, да? То есть когда он уже пошёл в кино, когда он пошёл на телевидение. Вообще я бы сказал так, что где-то до 1993 год последний, в 1994-1995 я уже не играл с ним. У меня много было своих выступлений, и те поп-механики уже не были. Эта музыка уже не была востребована. Давно ждёт Александра из Могилёва. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Ну, по моим ощущениям личным, если одним словом, то Сергей Курёчин – это Еродивый. Еродивый? Можно. Да. Так, спасибо. Вопрос будет? Нет. Спасибо вам. Большое спасибо. Александр с вами согласен отчасти. Лариса из Москвы. Лариса, здравствуйте. Добрый вечер. Мой сын увлекался всеми питерскими группами, аквариумом, кино и поп-механикой, а в Москве он дружил с ребятами из ДК, с Джариковым в частности. Мне просто интересно, от чего у Сергея, такого разнообразного музыканта, было общего с ДК. Пожалуйста. А одно слово-то у вас будет? Понимаете, одно слово и писет, это вроде прилагательное, но у меня его уже снял с языка Сергея, непредсказуемый. А я знаю, что у него было прозвище «Капитан», если я не ошибаюсь, да? Все правильно, да. Спасибо. Ну что, ответите на вопрос? Да, ты с Сережей. О Шарикове, о группе ДК, о московских концептуалистах, Курёхин услышал от меня, где-то в середине 80-х, очень заболел этой темой. Ну и потом, где-то в то время, когда вот эти поп-механики яркие в Петербурге прекратились, а их пик приходился на 89-й год, на 89-й, да, то Жариков и Курёхин познакомились, и вот на одной из фотографий мы видели их вместе, и у них были какие-то даже планы, но они оба в это время стали от музыки отходить. Вот, скажем. Да, городка, ответьте мне на вопрос относительно БГ, пока мы далеко от этой темы не ушли. Я знаю, что они то сходились, то расходились, помимо вот этих хранжировок, помимо трёх альбомов, были совместные выступления, этот в поп-механику приходил, уходил. Не всегда было приятие друг друга, или в чём причина? Вы знаете, они, когда дружили, вот те периоды, когда они входили в фазу глубокой дружбы, они творили чудеса. Пример чудес — это табу, пример чудес — это треугольник, пример чудес — это радиоафрика, с одной стороны. Если это был кинематограф, это совершенно гениальный киношедевр Серёжа Дебешева «Два капитана 2», который, в общем-то, да и кино-то назвать нельзя, но который жанр. Вот. Где-то на стыке между аквариумом и поп-механикой у Курёхина полтора-два года был проект с очень характерным, запоминающимся названием «Крэзи мюзик оркестра», ансамбль сумасшедшей музыки, где у Гребенчукова была роль гитариста, который играл электробритвой на инструментах, или жевал газету «Правда». Это была функция. А лошадей, коз, кур на сцене тогда не было, но тогда уже было вот это безумие, безумие, которое основалось на вертикале дружбы Гребенчуков-Курёхин. И было прекрасно то, что сегодня они были в джазе, завтра они были в роке, послезавтра они могли аккомпанировать на художественной выставке, а через 10 лет выступить в Париже. Они, конечно, оба лидеры, яркие личности. То есть просто сложно было двум лидерам вместе, да? То сходились, то расходились. База неприятия, да? И, как известно, плюс-плюсом... Почему не было? Я считаю, что вообще вот «Поп-механика» как проект, он возник вот в 1984 году, именно тогда, когда базой для оркестра Курёхина, вот «Крэзи-мьюзик» оркестра, стал не «Аквариум», а «Странные игры», главный соперник «Аквариума» в то время. И я могу сказать, Курёхин, я когда спрашивал, почему произошло, он сказал, что у нас с Борей наши жены поссорились, и они не разговаривают, и поэтому мы сейчас вот... Что-то всё время это было. Один из его таких ответов. Непредсказываемых ходов и ответов. Очень-очень важный момент, хочется сказать в рамках этой передачи, что Курёхин, автор совершенно скандального заявления, которое было опубликовано в 87-м году в газете «Ленинградская правда», где он сказал, что, в общем-то, таким музыкантам таких групп, как «Аквариум» и «Алиса», хорошо бы повысить профессиональный уровень, потому что немножко таланта, много грохота и, в общем-то, никакого творчества. И весь питерский рок-н-ролл обрушился на Курёхина. Как же, Серёжа, ты же с нами в рок-клубе, ты же наш, что ж ты в газете «Ленинградских коммунистов»?» А для него это были игры с медиа, игры с... Я думаю, не только, потому что я помню, что мы с Курёхином вместе в Ленинградском дворце молодёжи ходили, как слушатели, на концерт «Аквариума». «Аквариума» дали 12 коллегий появляется Гребенщиков, но в гриме и в приклеенной бородой, усами, в очках и постепенно... Такая типичная по механике. Да, да, и постепенно разоблачается и превращается в самого себя. И отношения закончились на том, что они в 1993 году писали гениальный совместный альбом, который потом вышел под названием «Детский альбом», но в какой-то момент в очередной раз. И там тоже присутствует ирония к Сергею. Сергей непредсказуемый человек. Давайте, мы сейчас только что вспоминали, кстати, с вами картина «Два капитана 2» и такая фантасмагория Сергея Дебильжева, да? Сергей Дебильжева, да. Режиссер он этой картины. Фрагментик увидим прямо сейчас. Сейчас зайдите на Ленфильм, все режиссеры говорят, «Ах, завтра начинаю снимать колоссальную мелодраму!» Сейчас то, что нужно, это мелодрама. Всем вот так осточертел постмодернизм, и только мелодрама, сентиментальное, открытое, простое кино, это вот то кино, которое нужно. Вот все говорят. И сейчас вся страна начнет снимать мелодраму. Представляете, какой-то ужас будет. Нет, постмодернизм, из него практически выбраться невозможно. Либо нужно быть наивным совсем, как ребенок, и тогда это может получиться. Либо нужно, ну я не знаю, какой-то сверхталант, чтобы не дать почувствовать себе гниль постмодернизма. Объедки были неотъемлемой частью большевистской пропаганды. Ленин настолько не любил постоянно исходивших соком лебых эсеров, что презрительно называл их ушастыми сусликами. Эсер же, в свою очередь, называли Ленина луковицей. Малышка, надеюсь, стрельба по луковице продвигается удачно. Сегодня я не рекомендовал бы тебе исходить соком. Раньше времени кифа. поедешь на завод Михельсона. Мне очень жаль, что нам остается 10 минут с вами всего лишь находиться в прямом эфире. Эти 10 минут, конечно, мы посвятим воспоминаниям и будем говорить о Сергею Курехине вместе с вами. Только что мы услышали приверженца постмодернизма и противника мелодрам Курехина, а потом уже увидели фрагмент из картины «Два капитана 2». Людмила из Москвы, здравствуйте, добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Понимаете, я настолько вам признательна и благодарна за то, что вы рассказали о Курехине, о которой я понятия не имела, но оказывается он заслуживает моего поколения, ну уже более чем зрелого, глубочайшего уважения только за то, что он ценил свое государство, он был против разрушения этой великой державы, но он был за то, чтобы там было свободно выражение своих желаний. Спасибо большое. Ваше мнение понятно. Спасибо вам большое. Одним словом не получилось эпитетов, но мы выкроем это возерно рациональное. Я просто тороплюсь, потому что времени очень мало остается, ценил или не ценил государство, ну сложно с вами не согласиться в этом случае, однако был такой период в жизни Сергея, когда он может быть перестал быть интересна музыка, может быть политика показалась более интересной, национал-большевики показались более интересной партией, и он стал, по-моему, номером третьим, да? Там есть разные версии, в общем-то даже неважно получил он партийный билет или не получил, но дело в том, что он в 90-х годах, но у меня с Сережей разная оценка его периода, там где-то 92-96 года, он очень разочаровался вот в новой действительности, в капитализме, он попробовал принять в этом активное участие, был на двух или трех сессиях мэрии по комитету культуры Собчака, и он просто увидел, что то, что происходит в 93-94 году, еще хуже, с его точки зрения, чем в конце 80-х. Коротко, можете мне ответить на вопрос, в чем выражалась его политическая деятельность, находясь в национальной большевистской партии вместе с Лимоновым и вместе с, подскажите мне, я вам скажу, Дугином, да? Вместе с Фолосовым Дугиным он организовал ряд концертов и пресс-конференций в поддержку Дугина, где мешалась предвыборная кампания с поклонением такому очень неоднозначному как Алистер Кроуле, этой листовке по всему городу Корюхен Дугин и надпись «Тайная становится явным». И это была такая сплошная провокация, но провокация очень жесткая, частично от безысходности, поскольку в разговоре с друзьями он даже говорил, что может быть лучше возврат к тоталитарному государству, чем к тому, что происходит сейчас. Не знаю, в разговоре с какими друзьями он это говорил, я слышал, что многие друзья тогда именно в тот период времени от него отвернулись. Поэтому и отвернулись. Да? Поэтому и отвернулись. Мне трудно говорить, я очень мало общался в этот период с ним. Скажем, один раз всего, вот в год его, уже в год его смерти я встретил на улице Сергея вместе с Дугиным. И когда с Дугиным мы были знакомы давно, но когда Сергей мне стал представлять, вот знакомься, это вот Саша, я протянул руку Дугину, сказал, Сергей, я его не узнал. Настолько Курюхин изменил его, что я с этим человеком стал заново знакомиться, абсолютно не узнал его. Вот Курюхин был, я думаю, что и здесь он делал что-то такое непредсказуемое и непонимаемое может быть отчасти нами. Может быть нам замысел его был и не ясен. Александр из Астаны. Александр, здравствуйте. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем. Сорвался ваш звонок, видимо. Не могу не вспомнить еще один знаковый период. Я-то может так голубым уже прохожу, поскольку там есть какие-то сюжеты и я должен даже один из них проанонсировать. Телемост вы хорошо помните наверняка, да? Ленинград, Лондон. И судя по вашим высказываниям, Курюхин там в большей части молчал, высказывались там тот же, по-моему, Троицкий и Габриэл там присутствовали. Там большие люди были. Курюхина было мало, но он поставил финальную точку, сказав, что ребят, все это прекрасно, давайте обменяемся в ваши финансовые ресурсы на нашу российскую духовность. То есть, как гвоздь вбил в крышку. И, конечно, Курюхин во время телемостов, Курюхин во время телеинтервью, я еще раз вернусь к этому, реальный чемпион мира по интервью, потому что я не знаю другого такого артиста, который бы так прекрасно держался в эфирах в прямых там. Попробую буквально в 20 секунд уложиться, его очень любили приглашать на BBC, все-таки это слушает весь мир. И как-то в прямом эфире он сказал, настало время сделать заявление, я контрразведчик, я шпион. Сказали, как же шпион, вы же пианист. Он говорит, нет, просто у меня есть такая легенда, я работаю под прикрытием, а зачем же вам фортепиано? Говорит, переезжаю в другие страны, я при помощи звуков сигналов Морзе, передаю информацию, это вы знаете ли облегчает визовый режим. На что ведущий BBC сказал, хорошо вы контрразведчик, у вас были в практике поражения? Да, без паузы сказал Курехин, война во Вьетнаме. Наступила тишина после этого времени. Севан Новгородцев был тогда ведущим вот этой программы, и он задавал вопросы, наш с вами коллега, работающий на канале «Ностальгия». Вот тогда это происходило, действительно он просто феерически выступил и свел с ума многих, или по крайней мере заставил задуматься на эту тему. Мы не будем вам сейчас показывать фрагменты с телемоста, мы приготовили этот сюжет. Телемост очень интересный, там знаковые фигуры не только русского року, но и не русского року выступают. Телемост называется «Ленинград, Лондон», полностью его. На нашем канале вы сможете посмотреть 19 июля, и там вы увидите финальные слова Сергея Курехина в том числе. Что касается 1996 года. Я не знаю, вот вы, наверное, уже не общались в тот период времени активно, вы уже признались, в момент его смерти. Неожиданный совершенно для многих уход, неожиданный диагноз, саркома сердца, называется диагноз. Рак, другими словами говорят, рак сердца. Я за три месяца до этого брал у него интервью в Питере на Пушкинской 10, и вы знаете, ничего не предвещало беды. То есть он был в блестящей форме, он отвечал на вопросы быстрее, чем я придумал. Следующий вопрос, это было просто феерия, каждые три минуты подходили люди, он давал автографы, он был звездой в полном расцвете сил. И вернувшись из Москвы, из очередной творческой командировки, там у него были проекты с Сергеем Соловьевым, еще с юным, по-моему, Иваном Охлобыстиным, он себя плохо почувствовал, забрал их в скорое. И май, июнь 1996 года четыре больницы боролись лучшие врачи Питера. Очень показательно, что весь свет интеллигенции Москвы и Питера пытался помочь деньгами, и делали все, что можно. Жена Настя просто не выходила из палаты. Это тот случай, когда деньгами здоровье не поможет. Не умела, не умела медицина, не умела она тогда лечить это. И для меня вопрос, я не знаю ответа на вопрос, знал ли он, что с ним происходит, и знал ли он, что он умирает, поскольку его оградили такой пеленомолчание, просто тяжелая болезнь, он был весь в датчиках и так далее. В 42 года его не стало, надо сказать, что Настю постигла чуть позже жену еще одна беда, не стала Лиза. Лиза тоже не смогла пережить дочка, Лиза не смогла пережить смерть отца, выпила достаточно большое количество снотворного и не проснулась, как и папа тоже, умерла во сне. Получается, что в момент Курюхинской смерти, да, то есть у него... Скажем, добавим еще, что организатор первого фестиваля памятью Курюхина, Борис Райскин, после фестиваля покончил с собой. То есть настолько выложился. Очень коротко ответьте мне на вопросы телезрителей. Олег Петухов из Павлодара. Ленин гриб, Курюхин провокатор. Как это все надоело уже. Вот насколько ценится сейчас Курюхин как композитор? Есть ли практика исполнения в концертах его опусов? Сергей только что сказал про фестиваль «Скиф» и Марина Капура, которая пела в «Арабиной оратории», недавно исполнила фрагменты. И вот недавно мы сейчас в круглом столе московские музыканты группы Аверан это сделали. Но, честно, из соратников Курюхина Александр Ляпин продолжает этот проект. У него называется «Рок-механика». Это известный гитарист, в прошлом участник группы Аквариум. Я знаю, что в Питере он прежде всего. Одним словом, что общего у Курюхина с Фрэнком Заппой? Все тоже безумие. Ну, про Заппу я не знаю. Я знаю, что... А вы можете сказать про Зорна. Про Джона Зорна, что когда-то благодаря Курюхину я с Зорном и познакомился. И Джон Зорн эпохи Голден-Террии, Пола Минус, это очень близко к тому, что делал Курюхин. Вот в то время они были очень конгениальны, очень созумны. У нас меньше минуты остается. Вопрос из интернета еще интересный. Интересно, чем бы сегодня занимался Сергей Курюхин? Тем же театром абсурда? Мне задавали этот вопрос, и я сказал так достаточно уверенно. Но мне кажется, что минимум он бы был министром культуры, а максимум бы руководил, может быть, НАТО. Я думаю, что он бы занимался магией. Спасибо вам за сегодняшнюю встречу. Мне не хватило времени, мнения чуть-чуть разошлись, да. Спасибо вам за то, что принимали участие в нашей сегодняшней программе. Я напомню, что о Сергее Курюхине в годовщину смерти 15 лет назад его не стало. Мы сегодня вспоминали вместе с Сергеем Летовым и Александром Кушниром. Уверен, что в новом телевизионном сезоне эти разговоры будут обязательно продолжены. Этот человек того достоин, безусловно. А я вас жду уже нашего после телевизионного отпуска 15. 15. отец. Субтитры сделал DimaTorzok